Может быть нужно делать эфиры по расписанию и выходить по расписанию. Интересно, какая будет активность. Нет, не только этот силинцин. Я сейчас мою, у меня сейчас вообще три шампуня, и все они дешевые. Ну, кроме силинцина. Силинцин самый дорогой здесь. У меня, мне тут советовали этот шампунь-скраб Сибирька с этой, с облепихой воняет, отвратительно, но скрабирует как надо. Потом вот я когда делаю, облепихиваю вот этот скраб, я потом мою еще и силинцином оставляю на время. Ну, типа как проскрабировала и нанесла этот шампунь лечебный. А если мне нужно быстро помыть голову, ну типа прям быстро-быстро, то я мою вообще обычным эльселом, который у меня дома стоит, обычный какой-то эльсел. Вот именно мою и все. Но, к сожалению, теперь так быстро, как раньше, я не могу просто помыть голову, потому что иначе они нехорошо расчесываются, нехорошо увлажнены, и поэтому приходится как-то заранее планировать помывку своей головы. Какое украшение себе следующее желаешь? У меня, к сожалению, никакого украшения в этом году больше не будет. Вот мой лимит по украшениям в этом году ущерпан. Часы и кольцо. Поэтому у нас немножко другие инвестиции этой осенью, к сожалению. Нет, это, конечно, к счастью, просто для меня, к сожалению, но ничего страшного. Это не самое главное в жизни. Какие витаминки подписаны? Слушайте, я пью биотин, я пью цинк, я пью омегу. Железо у меня закончилось, надо железо новое купить. Вот. У нас очень холодно, ужас как холодно. Крис, как раз сегодня увидела, что вы подписаны на украинский сайт. Какой ты на украинский сайт подписан? Волосы выпадают, но не так сильно, мне кажется, как раньше. Там какие-то вязаные вещи. А, да. Как он называется-то? У меня костюм оттуда вот этот плетеный. Не помню, как называется. Крис, расскажи, пожалуйста, какими средствами для роста я не... Вот, я вам все рассказываю. Вот все, что вот у меня есть, это я мою волосы селенцином. Но сейчас уже не так часто, уже через раз. Пью витамины. Все, больше я ничего не делаю. Мастер по восстановлению волос не рекомендует. Давинас сказал, что там агрессивный сульфат и много спирта. Давинас? Да ладно, ты серьезно? Мы же с тобой как раз только общались, что... Ну, как только, когда в Турции я была, что у тебя сестра привозит Давинас. Серьезно? Слушайте, я сейчас немножечко... У нас плюс 43 жары, класс. Так, хорошего дня, спасибо. Такое ощущение, что каждый эфир заходит новенький. Опять про волосы витамины. Не знаю. Ростовники твои уехали в Москву? Да, вчера уехали. У нас у Селенцин спрей и бальзам еще... У меня только спрей есть, но я им забываю пользоваться. Серьезно. Сейчас я доплю кофе, мы пойдем в машину. Вкусный, кстати, очень такой нежный прям. Сливочный орех называется. У меня есть витамины, купленные на 30 тысяч в аптеке в аэропорту в Стамбуле, до сих пор не открытые. Как раз это вот муж сам виноват. Вот он каркает, и потом так происходит. Он сказал, вот ты, говорит, купишь и даже пользоваться ими не будешь. Вот, говорит, так и есть. Надо пользоваться. Мне сказали, что ты очень хорош, мне там три пачки. Ну, купила сразу курс, ведомая. У меня, кстати, была забавная ситуация. Сейчас я вам покажу. Блин. Короче, покупаю я здесь кофе, ставлю сюда 100 рублей. Она выплевывает, и она падает в мусорку. Вы представляете, я лазила за деньгами в мусорку. Вот когда вы уходите в мусорку? Просто. Ну, деньги улетели в ведро, блядь, помойное. Ну, что ж теперь, оставлять их там, что ли? Ну, с чего бы эта баня-то упала? Ну, нет, конечно. Пришлось лезть в ведро. Помойное. Вот так вот ездишь на Мерседесе и лазишь по помойкам. С своими деньгами. Так. Шампунь у меня Силенцин и Эльсеф и Скраб-шампунь от... Господи. Кстати, ты сейчас маской такая ничего. Я сейчас в зеркало посмотрела, я прям зеленая какая-то. Может, мне плохо, я просто уже не замечаю. Да-да. В аптеке купить этот Силенцин. Я в эфире вчера была, но очень коротком. И даже не стала его сохранять, потому что просто бессмысленно было. Надо, наверное, мне окно, что ли, открыть, потому что я... Что-то мне как-то это... Знаете, как будто голова болит прям. Не знаю, что такое. Вы поедете зимовать в теплые страны, как в прошлом году? К сожалению, нет. Мы зимовали так ненамеренно, а вынужденно. Конечно же, я не буду врать, я вам никогда не вру. Что я была этому очень рада и очень счастлива. Но в этом году, к сожалению, зимовать так не получится. Потому что нужно деньги зарабатывать. Так зимовать, это, знаете, так еще две зимовки, и все, и денег-то не будет вообще. Вот. Это Сережина песня, это не моя. Честное слово. Как ее поставить на... На паузу. Так и стоит куча банок целых. Крис, ты к нам, когда выходишь, то все время хромкаешь, вкусняхи, и это уже твоя фишка. Я смотрела свои эфиры, сохраненные на ютубе. Мне все там пишут, я не знаю, конечно, кто это пишет. Может, ты попробуешь уже не жрать в эфире? Может быть, ты поймешь, что это стремно? Я думаю, может, пора мне хорошо жрать в эфире. Просто я-то это как бы не намеренно делаю, а просто так, ну... Или я вообще тогда не выйду в эфир? Опять кусок волоса отодрала. Да что ж ты будешь делать? Спасибо, что пьете. Когда? Надо пить крис, а то в тот раз прям в эфир 4 банки витамины выпинула. Кристина, не ругайся, мы о том тебе не идет. Может быть, хватит мне высказывать свои недовольства. Блин, они меня все время окружают. Я не могу это слушать. Давайте вы здесь хотя бы не будете, ладно? Почаще выходи. Хорошо. Какие часы больше любишь? Роликс или карти? Я люблю оба. Как сказать-то? Оба часов. Я люблю и те, и те часы. Это совершенно разные часы. Я как раз эту цель и преследовала. Когда выбирала вторые часы, я преследовала цель купить вторые очень элегантные часы. Такие, ну типа прям классные, что были. Вот, поэтому я люблю и те, и те очень. Те очень женственные, такие элегантные, прям классные. Эти спортивные. То есть вот, я их сейчас одела, и они мне сюда хорошо подходят. Реклама очень красиво получилась. Это прям ваше, да? Но я чувствовала себя не очень уверенно, потому что это первый раз было. Вот. Второй раз, конечно, когда мы уже с ними работали, я уже поувереннее себя чувствовала. Возможно, если бы я занималась бы этим на постоянной основе, то чувствовала себя более уверенно в кадре. Зачем вам маска так очень красивая? Да, и цвет лица какой-то зеленоватый, не знаю почему. Так. Что готовила? Ничего не готовила, но еще так же еда вот есть, которую я приготовила неделю назад, она до сих пор до конца вся не съеденная. Обожаю смотреть в ваш эфир, где вы кушаете. А почему? Вот объясните мне, вот других людей это раздражает, ну, типа, когда человек кушает, ну, в эфире. Я как бы понимаю, что я вроде там стараюсь, ну, прилично кушать, как девочка, не как свинья в тарелку мордой. Как бы прилично там, да, стараюсь не чавкать и так далее. Кушай, кушай, на здоровье, мы только рады, и тоже кушать хочется сразу. Ну, тогда вы с вами никогда не похудеете, я не смогу не запустить никогда никакие курсы. По похудению, потому что, значит, Кристины только пожрать можно. Эфир сохраню, хорошо, тостовку же Манши давно брала, Кристина, где? Я брала ее в Париже. И это детская коллекция, вы не поверите, это детская коллекция. Потому что, ну, не мужской, господи, а во взрослой коллекции, я не нашла ничего красивого. Пошла в детскую, мне там так понравилось, купила там костюм спортивный детской коллекции. И футболок там набрала тоже в детской коллекции, представляете? Наверное, еще не такая безобразная большая. Где сыночек? На теннисе. Вот так тепло, где-то у вас холодно, у нас 13,5 градусов. Вот, чтобы вы не думали, что я вам вру. Вот. 13,5 градусов. Да, реклама лучшая с тобой, пара в модели. Да блин, ну а как мне вот искать этих заказчиков-то, ну-ка, давайте. Я-то, конечно, не против. Что у меня на голове, конечно, я вчера помыла голову, посушила ее, и они скривились за ночь. Вы эстетично и красиво кушаете. Может быть, мне можно уже и рестораны тогда рекламировать как-то, амбассадором быть. Потому что если я и кушаю, это хорошо, так вообще, вообще очень-очень удачно. Надо пристроить это. Не надо никому худеть. Диета, зло, главное здоровье, питание и не переедать. Согласна. Но в здоровом питании никак нет вот шоколада. Я, например, вчера в 5 часов поела вот эту тушеную картошку с мужем и с... С легкорженой, получается. Да. Вот. Покушали, все, они ушли на футбол, я осталась дома. Потом они приехали, я помылась, там как раз попыталась выйти к вам в эфир. А, все нормально, работает. Короче. И потом, вот по идее, нужно было бы нормально покушать хорошую еду, обычную, да. Я за вечер выпила 2 чашки кофе и полторы плитки шоколада. Последняя была прям на ночь. Я, кстати, мы с мужем начали смотреть один сериал русский, просто он тоже теперь подсел на сериалы и смотрит, ну, на телевизоре большом вечером дома. И вот, и тут что-то он заканчивал с мой смотреть и говорит, давай я это включим. Я говорю, ну, окей, давай. А знаете, что я понимаю, что мой телефон в Мерседесе встает в подстакане, а мужа не встает. Вот так. Мерседес лучше. И, короче, он включил сериал следующий, там ушел по очереди. Там сериал называется «С нуля». Он 21-го года, а, 22-го года он «С нуля» называется. Мне нравится, реально нравится. Прям смотрю русский сериал. Прикольный. Солнышко, привет. Мне тоже не раздражать, когда ты ешь. У нас 42 градуса жара. Слушайте, я за вас очень рада. Можно больше об этом не писать, потому что у нас холодно. Я за вас не могу искренне порадоваться. Зато честно. Так, я лосины тут уже недавно новые купила, детские. Прикольно. Ты вообще худая, потому что. Твои эфиры делают, что тебе нравится, не слушай никого. Покажи, пожалуйста, салон машины. Сейчас покажу. Я тоже обожала Зару детскую. Там размеры есть на нас. Взрослых оценок дешевле были, чем в полноценном женском отделе. Да, да, да. Реклама всего берегли. А где мне ее взять-то, эту рекламу? Такие вы... Че у меня с губой, а? Нету здесь, котик? Даже тенегинечки. Каждый раз залазю и думаю, продать, что ли, кому-то из вас этот кошелек или нет. Или вам не надо? Или пусть лежит. Просто лежит в машине, катается кошелек. Нет у меня помады. А, я же салон обещала показать. Дайте, дайте переберусь немножко. Это уже бардак. Так, сейчас, погодите. Сейчас, сейчас. Немножечко. Ай ты. Так, ну все. Можно показывать. Так. Ну давайте, вот. Тут сижу я. Там вижу дорогу. Тут сидят мои гости. Там сидит Сергей Сергеевич. Вот эту херню уже можно убрать. Она уже больше не нужна будет. Ну вот, все. А мне песни нравятся, это очень. Почему меня тянет так на... Куда меня тянет? На нерусские песни. Скажите еще раз название сериала. С нуля. С пробел нуля. Муж ее ржет, говорит, будешь с нулю смотреть. Я говорю, хоть с нулю. Приветики, опущение не приходит. Очень плохо. Сладкое полезно. Ты не съедаешь 10 плиток за раз. Главное, что душа требует. А когда ограничение, потом срыв. Да, совершенно правильно. Вы видите? Вот эту. Вот эту, блядь, боль. Видите? Вот эту, да? Вот я вот показываю. Вот эту. Я только что постриглась, твою мать. Это вот откуда? Можно узнать? Может быть, мне не надо было-то рубить 5 сантиметров, если вот эта херота все равно вся есть. Крюс, у тебя тоже регистратор? Да, конечно. Мне, кстати, надо взять карточку и проверить. Почему все это не работает? Класс. Блядь, спасибо, что ты мне сказала, потому что он, оказывается, не работал. Мне когда делали химчистку машины, мне его подвытащили, и он не записывал. Прикиньте? Как хорошо, что ты сказал. Я поправила, он сейчас включился. Привет. Короче, я хотела посмотреть, потому что я, когда обжаловала вот этот штраф с моим разворотом, где на фотографии не видно моего разворота и поворота никуда, и муж такой говорит, а там нужно было выбрать на госуслугах личное присутствие будет или не будет. И муж такой, поставь, конечно, личное присутствие. Я поставила это гребанное личное присутствие. Конечно же, у меня не было машины, я не поехала. И они, конечно же, сказали платить этот штраф. И теперь я не знаю, что мне делать. Мне, походу, теперь нужно вытаскивать эту карточку, попробовать посмотреть, сколько там идет запись. Я могу заплатить эти 500 рублей. Дело не в этом. Дело в том, что мне интересно, обманывают или нет, потому что я в этом месте совершенно точно никогда не поворачиваю, потому что это... Ну, это ту матч, там нельзя поворачивать, я не тупица. Вот. Я замечаю, что в твоем эфире нет мужского пола. Да, кстати, вообще никогда, очень редко. Так, мне кажется, практически все девочки любят белый салон машин. Ну, да, он приятнее, нежели чем черный, конечно же, он светлый, классный. Но вот так как и раньше я еще хотела коричневый и красный, ну, мне нравилось. Но так как у мужа есть коричневый, поэтому коричневый мне уже не нужен, потому что я в нем езжу, как бы, и, в принципе, он как будто бы есть. Вот, поэтому следующую, конечно, я бы хотела красную, но я не знаю, что у нас будет вообще с машинами в России, с автомобилями, не знаю. Поэтому пока я безумно радуюсь своей машине и очень сильно люблю, потому что я вот не поездила на ней две недели, я очень соскучилась по ней прям. То есть не тогда, когда я просто уехала отдыхать, потом приехала и соскучилась, а когда я была здесь, я была без машины. И сейчас я вернулась как бы за руль, все нормально. И чувствуешь вот это как бы, ну, как сказать, вновь радуешься, как по-новой. Вот. Приехала вместе с мамой на ее Самару что-то, пиво на дне полное говно, что так сильно испортилось. Я не знаю, я не пью пиво, не могу вам подсказать. Ничего не могу сказать по поводу пива. Я его не пробовала, когда оно было хорошее. И если оно сейчас испортилось, я тоже этого не пойму. Мне после первой серьезной аварии страшно было без него ездить. Слушай, ну, блин, да, реально очень хорошо, что ты сказала, потому что я даже не обратила внимания, что он выключенный. Потому что он у меня без звука, потому что если он болтает, меня он раздражает, мне хочется его в окно выкинуть. Поэтому я выключила. Еще, кстати, хочу включить микрофон, запись в салоне, чтобы, ну, мало ли что, как бы, чтобы запись тоже была. А с другой стороны, так вот болтаешь с подружкой, а потом можно прослушаться и все, а зачем, а кому это надо вот. И для чего. Есть на мигзаводе пиво вкусное, бойлерное и эль. Вот, я не знаю. Смотри на видео. Вот интересно, 31 июля. Вот это день был 31 июля. Уже месяц прошел. Я не знаю, сохраняет он на месяц или нет. Одни китайцы в России теперь. Да, очень много. Может, дать свою машинку? У-у-у. Практически нет. Вот я даже недавно на днях с ним разговаривала. Говорю, слушай, да я говорю машинку покататься. Зачем тебе? Хотя я ему, между прочим, фонарь оттерла. Он думал, что у него, он больше года ездил, больше года, вообще больше двух лет ездил с какой-то херней на фонаре и был уверен, что ему, как бы, была новая машина. Но он приехал на работу. И осенью, там, то ли что-то сильный ветер был, то ли что, из крыши упал профлист, ну, металлический. И упал на машину, слава богу, там, как бы, он, ну, покасательный прошел. И что-то там чуть заполировали, подкрасили, а фонарь он оставил, не трогал. И думал, что, как бы, что, ну, фонарь менять, типа, дороже. Ладно, похер, буду так есть. Он, как бы, не треснутый, ничего. Просто вот там было, ну, типа, скорябанное. И тут я такая думаю, блин, а что вы это? И знаете, просто я вот гений. Я реально гений. Я взяла ватный диск. Мицеллярку. И просто оттерла, блядь, это. Я говорю, иди сюда, говорю, благодари свою умную жену, говорю. Я тебе, я говорю, денег в очередной раз, говорю, сэкономила. Ты говоришь, я только трачу, говорю, вот смотри. Я говорю, я тебе машину спасла, говорю. И, и вообще все, говорю, я молодец. Вот, короче, было забавно. Просто у меня такое было несколько раз, когда, и на Шри-Ланке такое тоже было, когда муж там, слабого мне тогда не было, Сережа с ним. Он на машине ехал, они, короче, еще у меня с волосами, а. И они, короче, ну, типа мини-аварию какую-то попали, что ли. Это там. Зеркало снесли, короче, об столб. Уходили от удара. И он такой говорит, вот, типа, у меня здесь надо подкрасить. Я такая, говорю, погоди, говорю, сейчас я все оттираю всегда, понимаете. Муж говорит, давайте детейлинг-центр тебе, говорит, откроем. Будешь, говорит, машина чинить. Я говорю, да, говорю, с ватным диском и мицелляркой. Да. Я считаю, что меня заслужило, в принципе, поездку в Европу, потому что я терла фонарь. Вот. Часто бываешь на работе у мужа? Да нет. Не часто. Это объечиво делать. Это мне особо нужна. Я только, как директор только документы подписываю. И все дома. А и он забирает. Привет, Крис, у вас уже холодно? Да, у нас очень холодно. Куда пропал? Почему эфир не ведешь? Скучаем по тебе. Слушайте, ну, лето было. Там болели, уезжали. Одно, то, третье, десятое. Лень, конечно же. Лень еще, безусловно, тоже присутствует. Вот. Так, все, я вроде на все ответила. Я устала держать телефон, поэтому давайте вот. Теперь вот так. Все, я такая огромная в этой одежде просто кажусь. Какая-то просто огроменная женщина. Кстати, в жизни не такой цвет, мне кажется. А, здесь и фильтр он ложится по-другому. Другой цвет, темный-темный-синий прям. Ой. У меня сегодня вообще молодец. Я так считаю. Потому что сегодня я все-таки встала, пожарила блины. Ну, правда, сыну. Да, Свата смотрела, мне очень понравился. Такой легкий сериал. Веселый. Добродушный. Вот. Сегодня, говорю, пожарила блины сыну. В чем мы и дела сделали. Первым делом мы поехали, показали машину после ремонта. В страховую. Потому что, знаете, наверное, да? У кого у машины есть? После того, как вы отремонтировали машину, нужно быстро и быстро, но очень аккуратно ехать в страховую. И показывать, что машину отремонтировали. Потому что, если вы не покажете и что-то случится за вот этот период, то вам потом просто не заплатят, не выплатят. Ну, короче, страховой случай. Вот. Поэтому мы сначала поехали туда. Потом я поехала, отвезла шоппер. Я же вам, по-моему, рассказывала. Или вам я не рассказывала, только подружкам рассказывала. То, что у меня... То, что у меня заливка на ручках, короче, поотваливалась. И мне было стрёмно уже с ним ходить. И я под конец лета всё-таки решила... Ладно, что гоню. В августе я решила всё-таки отвезти. О, хорошо как. Решила всё-таки отвезти, отремонтировать. Вот. Они отремонтировали. Муж забрал, но он ничего не проверил. Я потом проверила. И там были косяки, короче. Мне сказали, ну, привозите. И, знаете, так смешно там. На ручке, короче, заливка. В одном месте прям видно, что... Одна ручка на другую, короче. Ну, вот так вот примялась. Допустим, заливка, да, свежую сделали. И вот как будто она вот так вот так и сделала. То есть тут вмятинка и здесь тоже. И женщина такая мне говорит. Слушайте, такое чувство, говорит, как будто... Может быть, она в машине долго ездила. Я говорю, да, блядь. И вот она, говорю, распарилась просто. Вот расплавилась. То есть, я говорю, тогда вообще сумки в машине что-нибудь нельзя оставлять, говорю, по вашей логике. Тогда все это сразу растает и превратится в какашку. Я говорю, ну, нет, конечно. Я говорю, это при... Я говорю, когда, говорю, при ремонте, говорю, значит, допустили такую штуку. И вы просто, наверное, не заметили, когда проверяли. Потому что, говорю, я-то уж в тот же день, говорю, как получила, сразу вам об этом написала. И зимородка я не досмотрела потихонечку смотрю. У меня только 78-я серия. Ну, наверное, и хорошо. Зато как раз, пока я досмотрю первый сезон, уже весь второй выпустится. И мне тогда буду смотреть без проблем. А почему она неофициальный представитель вам ремонтировал? Мы делали... Мы сдали... Подожди, мы сдали. Они сами запчасти заказывали и ремонтировали. Слушай, ну, потому что... Я не знаю, почему. По-моему, потому что это очень дорого. И он, по-моему, не покрыл бы у официалов ремонт. По-моему, так. Так, я не помню. Я могу спросить у мужа, потом в следующем эфире тебе скажу. Но, по-моему, потому что это все было бы дороже. Я-то, кстати, думала, что будет это. Замена. А там ее потом помыли, посмотрели. Ну, бампер, конечно, есть прям трещина одна около фонаря. А внизу такая, вот такая вот трещина. Но из-за нее они, короче, не поставили на замену бампер. Вот. И просто выплатили за покраску. За покраску, там, починку еще некоторых деталей. 100 тысяч, кстати, выплатили всего. Вот. Муж ревнует вас? Ну, блин. Откуда я знаю? Мне кажется, что да, так уж у него надо спрашивать. Я разбила на 700 тысяч машину. Они сами все покраской сделали. А давно было? Давно было? Просто к официалам даже и не было речи отправлять. Не знаю почему. Когда камера снизилась...